В советском районе Самары на улице Александра Матросова благоустроили двор. Пространство обновили по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Теперь во дворе появилась детская площадка, оборудованная канатным комплексом, современными качелями, лавочками, батутом, каруселью и качалкой на пружине. Весь периметр застелили прорезиненным покрытием. Также построили спортивную площадку для игр в футбол, волейбол и баскетбол. В текущем году по нас проекту «Жилье и городская среда» в городе приобретут современный вид 47 дворов. В начале следующей недели в Самару вернется жара, а значит снова придется следить за питьевым режимом, чтобы не получить обезвоживание. О его симптомах рассказали эксперты Роспотребнадзора. При повышенном потоотделении организм теряет воду и микроэлементы. Сигналами нехватки влаги являются чувство жажды, утомляемость, головная боль, слабость. В жару важно наблюдать за своим состоянием. Чувствуете жажду, пейте воду при первой возможности. Сладкие напитки лучше не употреблять. На то, чтобы вывести сахар из организма, придется потратить еще больше жидкости. Все подробности, как заключив контракт о военной службе получить миллион рублей вместо 800 тысяч, можно узнать в Самаре по адресу Ленинская, 147. Напомним, ранее в Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поручил увеличить сумму единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы на 200 тысяч рублей. Данные меры направлены на поддержку бойцов, которые уходят защищать родину и членов их семей. Об этом рассказал начальник пункта отбора на службу по контракту в Самаре полковник Алексей Савченко. В настоящее время принимаются большие меры именно для поддержки как его на службе, так и членов их семей. Мы не можем оставить без внимания его семью, его близких. Поэтому здесь такие колоссальные меры поддержки. Более подробно можно узнать у нас в пункте отбора по адресу Ленинская, 147, либо в любом из военных комиссариатов, где у нас работают наши инструктора. В Самарской области появится больше официальных мест для купания. На оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев поручил в течение двух дней подать список мест, где купаются жители региона. В Рио губернатор заявил, что их необходимо оборудовать по стандарту, в том числе поставить и вышки спасателей. Также он отметил, что никаких поблажек в этом вопросе не будет. В данный момент на подготовку новых мест для купания подали заявки из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокубышевска, Жигулевска, Отрадного и Октябрьска. Всего в списке числятся 35 пляжей. Девять вагонов пассажирского поезда в Иркута-Новороссийск сошли с рельсов в Республике Коми. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского следственного отдела на транспорте. Как стало известно, состав опрокинулся на перегоне Инта-Угольный. В поезде ехали 232 человека. По предварительной информации, один погиб, некоторые пассажиры находятся в тяжелом состоянии. Стало известно, какие правила необходимо соблюдать при перевозке животных в электричке. Мелких питомцев, а также кошек, собак и птиц нужно перевозить в клетках или сумках-переносках. Животные в переноске рекомендуют разместить в специальных местах, чтобы обеспечить комфорт питомцу и пассажирам в транспорте. Перевозить четвероногих можно и без сумки. Главное, чтобы собаки были в наморднике и на поводке, а кошки под присмотром владельца. Крупных питомцев нужно перевозить в тамбуре под наблюдением хозяина. За перевозку домашних животных в электричках взимают плату, оформляют билет. Его цена не может превышать 25% от стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту.